Дорогий Господь, мы славим, благодарим Тебя, мы величаем Твое имя Госвятое. Спасибо Тебе за этот день, Господь, спасибо Тебе за каждую душу, спасибо, Господь, Тебе за то, что Твое сердце, оно открыто для того, чтобы принимать, Господь, этот завет. Благослови это время, пускай милость Твоя, Твой мир и радость сегодня будет с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прежде всего, я хотел бы поздравить каждого из вас с этим прекрасным днем, с днем вашего завета, водного крещения. Знаете, это, на самом деле, замечательное время. Вы сегодня в храме, здесь зимой тепло, летом прохладно, здесь замечательно, собрались прекрасные люди, баптистерии чистой, красивой, хорошей водичкой. Напротив у нас плакат реки Иордан, которым крестился Иисус Христос. У меня такого не было. Когда я крестился, я крестился в квартире в ванной, представляете? Меня крестили братья, приехали там два или три брата, которые говорят, была домашка, говорят, «А кто здесь некрещеный?» Я поднимаю руку и говорю, «Я некрещеный. Хочешь креститься?» Я говорю, «Ну, хочу». Меня особо не наставляли. Меня там поспрашивали, раз хочет брат, значит, надо крестить. И меня прям в ванную окунули. Но для меня это был завет, для меня это было свято, для меня это было искренне и трепетно, потому что я понимал, что независимо, как это и где это, я заключаю завет самим Господом. И сегодня я хотел бы благословить вас местом из Библии, Словом Божьим, которое написано в Евангелии от Матфея, в 28 главе, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни, до скачания века. Аминь». Я хотел бы дать вам буквально несколько наставлений из этого слова. Первое, Иисус говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это простые и очень глубокие слова. «Всякая власть на земле» – это означает, что у Иисуса в руках власть над всем, над сердцем каждого человека, над начальниками, над правителями, над болезнями, над любым искушением, над грехом. Иисуса – власть над всем. Библия говорит, что всякое колено преклонится перед Иисусом Христом, перед Его именем. Это означает, что все преклонится. Любая зависимость, любой грех, любая болезнь преклонится перед Иисусом Христом. Это означает, что у Него еще власть и на земле, и на небе. Это означает, что всякое духовное создание, всякие ангелы, всякие демоны – также в власти Иисуса Христа. Он над всем стоит, Он все контролирует. Библия говорит, что ни один волос не упадет с вашей головы без Его воли. Вы очень дороги для Него. Тем более Иисус отдал жизнь за каждого из нас. Кровь всю пролил за каждого из вас. Следующее. Иисус говорит и так, когда Он говорит, что, зная то, что у Меня всякая власть, у Меня есть власть и на небе, и на земле. И так, обращаясь к ученикам, Он говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Другими словами, и так, не бойтесь, у Меня всякая власть, не бойтесь. Вы будьте смелыми, идите, научите и крестите. Вы сегодня на третьем этапе. Это означает, что в вашей жизни были люди, которые к вам пришли. Кто-то пришел и рассказал вам об Иисусе в кресте, правда? Кто-то пришел и поделился с вами этой благой вестью. Кто-то был, кто и научил. Кто-то наставил вас. Кто-то рассказал. Кто-то подвел вас к этому дню заключения завета с Господом. И сегодня будет также и крещение. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, заходя в воду с этой стороны и выходя с этой, выходил уже с принятым решением, верным, сильным решением в своей жизни, что вы будете также служить Господу. Возможно, кто-то из вас станет служителем, кто-то станет пастором, кто-то станет дьяконом, кто-то возьмет от себя левицкое служение, кто-то будет просто мамой или папой, кто-то будет водителем, кто-то будет на работе работать, неважно. Где бы вы ни были, знаете, Иисус сказал, идите, научите и крестите. Это значит, что будет теперь, настанет ваша очередь кому-то рассказать о Христе. Настанет ваша очередь кого-то наставить. И не нужно для этого очень много знать, не нужно, допустим, знать всю Библию, нет. Достаточно просто рассказать простыми словами, что вас любит Иисус Христос и что их тоже любит Иисус Христос. И последнее, Иисус говорит, и сей я с вами до скончания век. Это очень сильное обетование. Это говорит о том, что Он отныне и вовек теперь с каждым из нас. Не покинет и не оставит. И теперь огромный большой вопрос к вам. Как вы будете по отношению к Нему? Сегодня вам будут задавать два вопроса. Будут заданы два вопроса. Верите ли вы в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Вам нужно будет громко и четко ответить, да или верую. Чтобы слышали и небо, и земля, и все, кто собрались здесь, и преисподня, и даже дьявол, что вы теперь дети Божьи, что вы принадлежите Ему, что вы не оставите и не покинете Его. Следующий вопрос. На основе... Как там подсказывать? Обещаете ли служить Богу в чистой и доброй совести? Вы должны будете также ответить громко и четко, да, обещаю или буду. Почему? Потому что Бог призывает нас не просто покаяться, да, и все, лежать на диване, давить теперь диван и ничем не заниматься. Нет. Бог хочет, чтобы спаслись вы. Бог хочет, чтобы спаслись ваши близкие и родные. Бог хочет, чтобы спаслись ваши друзья, ваши соседи, сотрудники на работе. Чтобы так же они наследовали спасение. Чтобы так же мы смогли и с ними встретиться на небесах. Поэтому очень важно, чтобы после того, как вы выйдете из воды, чтобы с этого момента началось ваше служение Господу. По силам. Так как вы это можете. Так как Бог вам открывает. Согласно ваших даров и талантов. И в конце будет произведена фраза на основе вашей веры и вашей обещания. Крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. На слове Аминь вам нужно будет задержать дыхание и вас погрузят в воду. Согласно технической части. Смотрите. Сначала в воду зайдут три пастора. Пастора помолятся. После этого вы по три человека можно будет подходить к пастору, становиться с правой стороны от него. Руки нужно будет сложить вот таким вот образом на груди. То есть не вот так, не вот так, не вот так. То есть на груди аккуратненько ручку поверх ручки положить. Поверх ваших рук ляжет рука пастора. Вам зададут вопрос. Веруете ли в Господа Иисуса Христа к Своему личному Господу и Спасителю? Правильный ответ вы знаете. Обещаете служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Опять же, правильный ответ вы знаете. Да или обещаю? После этого, когда я произнесу фразу на основе вашей веры и ваше обещание, крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вы задержите дыхание и вас погружают под воду. Вас не будут долго держать, то есть не беспокойтесь там, не будут испытывать ваши возможности, кто сколько под водой не дышит. Это буквально полсекундочки, и вас сразу же поднимут. Если у вас проблемы со спиной, если у вас, допустим, больная спина, вы не можете наклониться назад. Вы можете тихонечко сказать пастору об этом на ухо, и тогда вы просто присядете, и таким способом вас тоже можно будет погрузить под воду и крестить. В то время, когда вы встанете возле пастора, и ваши ручки будут сложены, вас будут фотографировать. Поэтому, какими вы хотите быть на фотографии, такими будьте. Хотите улыбаться, улыбайтесь. Хотите быть серьезными, будьте серьезными. Хотите плакать, плачьте на здоровье. Вот все, что хотите, главное, чтобы вас смогли сфотографировать, и эта фотография потом будет вам памятью. Фотографии можно будет скачать с нашего сайта. То есть все фотографии, они уже будут находиться на сайте, в разделе специальном, там, где наши священные действия, там можно будет найти вашу фотографию и, соответственно, себе сохранить на память. И последнее. Завтра уже каждый, согласно того потока, где вы там отмечались, в карточках, обязательно приедите, потому что вас будут поздравлять. Опять же, завтра поздравительная часть, завтра за вас церковь помолится. Домашки соберутся, также вместе с вами проведут это время. Поэтому не забудьте, как только креститесь, вы одеваетесь, собираетесь и уже готовиться приходить на завтра, готовить одежду, готовиться быть красивым и, соответственно, с праздничным, хорошим настроением. Хорошо, вроде бы все сказал. По сторонам можно заходить в воду, будем молиться. А, да, общая фотография. Все, да, помогать, потому что будут вечно отвергать. Заведите воду. Субтитры делал DimaTorzok Пусть, Боже, это крещение будет не просто обрядом Насвой, а действительно обещанием доброй совести во имя Твоего, Аминь. Мы просто благословим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все, Боже, заходите. Субтитры делал DimaTorzok Веруйте в Господа Иисуса Песла, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте служить Ему в чистой, доброй совести до конца своей жизни. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа христилися, у Христа зорянулися. Аллілуйя. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа христилися, у Христа зорянулися. Аллілуйя. Усі, що у Христа христилися, у Христа зорянулися. Аллілуйя. Спасибо. 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 Спасибо.